И опять у нас с вами, друзья, новости с рыбьей чешуей на шее. 9 мая Владимир Зеленский, как пишут нам РИА Новости. Владимир Зеленский проиллюстрировал публикацию, приуроченную к 9 мая, фотографии украинского военнослужащего с эмблемой дивизии СС «Мертвая голова» на форме. Зеленский 9 мая разместил в социальных сетях публикацию, приуроченную ко Дню Победы над нацизмом. Он проиллюстрировал запись подборки фотографий с изображением украинских военнослужащих и мирных жителей. На одном из фото изображен военнослужащий с эмблемой дивизии СС «Мертвая голова» на груди. Через некоторое время публикация была отредактирована, а фото военного с нацистской символикой удалено. О как! Ну, новости, конечно, они так себе играются, играются, мальчишки на головах народных. Ну, что же делать? Они учатся властвовать. Это детки черного интернационала, никуда не денешься, друзья, они над нами стоят, нами управляют. И какие бы ни были они смешные, они будут управлять нами, потому что это чьи-то дети, но это не ваши дети. А ваши дети обязаны выполнять абсолютно другие функции. Итак, друзья, Южная Осетия не намерена отказываться от присоединения к Российской Федерации. Референдум о присоединении Южной Осетии к России состоится, заявил действующий президент Республики Анатолий Бибилов после того, как признал победу своего оппонента Алана Галлоева во втором туре выборов главы Республики. «Референдум будет», – сказал Бибилов. Действующий глава Республики отметил, что все документы для проведения референдума собраны и поданы в Центр избирком. Вот такая ситуация, друзья. Так что Южная Осетия, она еще недавно сопротивлялась и не хотела входить в состав России. Северная Осетия, помните, да, у нее такой же статус, как у Приднестровья, как у Крыма, как у кого еще у нас? Донбасс, да, ЛНР – это Северная Осетия. Но теперь у нас, друзья, Южная Осетия хочет войти, высказывает свое желание. Парады. Сегодня 9 мая. Парады, посвященные 77-летней годовщине победы в Великой Отечественной войне идут по всей стране. Шествия военных и техники уже прошли. Во Владивостоке, Хабаровске, Чите, Сибири и на Урале. В столице тоже встретили праздник. Рютюб оказался недоступен в результате кибератаки. Сайт платформы не открывается. Представители сервиса заявили, что специалисты локализовали инцидент. О сроках восстановления работы Рютюб сообщат позднее. О, друзья, космические войны. Рогозин опубликовал показания пленного начальника штаба 36-й бригады морской пехоты ВСУ Дмитрия Кармянкова, который рассказал, что Пентагон передавал Азову систему связи Старлинк, которые производит Маск. Илон Маск таким образом причастен к снабжению фашистских сил на Украине средствами военной связи. А за это придется отвечать по-взрослому. Песочница. Это ж надо, мальчишки еще не наигрались, отвечать по-взрослому. Это говорит дядя, уже старый дядя, но говорит он, что надо отвечать по-взрослому. Вот, знаете, как будто бы это подростки разговаривают. Это такие у нас чиновники. А за это придется отвечать по-взрослому. Илон, как бы ты дурака не включал. Сообщил об этом глава Роскосмоса и добавил, что Азов нацистский батальон. Илон Маск опубликовал скрин сообщения Рогозина и заявил, слово нацист означает не то, что он, кажется, думает. Мальчишки играются, играются, утирают друг другу нос и ставят под ножки. Как вы видите, да? Владимир Путин поздравил всех военнослужащих сегодня с Днем Великой Победы. В это время страны НАТО не захотели нас услышать, как говорил Путин. У них были совершенно другие планы. В открытую шла подготовка к выторжению в наши исторические земли, включая Крым. Все говорило о том, что столкновение с неонацистами будет неизбежным. Россия дала упреждающий отпор агрессии. Это было вынужденное, своевременное и единственно правильное решение суверенной, сильной и самостоятельной страны, сказал Владимир Путин. Путин также рассказал, что подписал указ о помощи детям погибших в спецоперации российских военных. Гибель каждого нашего солдата, офицера – это горе для нас всех. Государства, регионы, предприятия сделают все, чтобы окружить заботой их семьи. Особую поддержку окажем детям погибших товарищей боевых. Скорейшего выздоровления раненым солдатам и офицерам. Но, друзья, я здесь не буду ничего комментировать, потому что это сложно комментировать. Вы сами все знаете. На эту тему мобилизации объявлено не было. Можно расслабиться. Расслабьтесь. А она стоит за углом. Расслабляйтесь. В Петербурге во время парада отменили воздушную часть парада. Официальная причина та же, что в Москве, Екатеринбурге, Самаре, Мурманске, Новосибирске. Неблагоприятные погодные условия на аэродромах взлета. Вуаля. Но ничего умнее нельзя придумать. А это уже гнилая работа чиновников. Они должны были сказать, что в связи с обстановкой. Что не так поймут те, которые там сидят, на другом конце. А они сказали, неблагоприятная, видите, обстановка. Это Петербург, Москва, Екатеринбург, Самара, Мурманск даже, Новосибирск. Вуаля. Плохая погода. Вот, друзья, был интересный случай, когда на посла Польши напали во время возложения цветов на кладбище советских солдат и облили его краской. Не ходи на кладбище, не возлагай им венки. Да, его облили, так и лицо хорошо облили красной краской. И его помощнику досталось, и костюм его весь облили. И рубашку белую облили краской, прямо кровавая. Причем они, как вам сказать, вот здесь видеозапись, я смотрю на нее, они буквально ему все лицо, выплеснули все в лицо. И да, он как будто кровью облит, и рубашка у него, и лицо полностью все облито. Я не знаю, как там глаза его видят. Он пытается вытереть, он держит марку, он пытается быть таким мачо-гордым. Но, друзья, не получается. Здесь даже у людей облиты руки краской. Видимо, так они его сильно хотели облить. В общем, обливали они его порядочно. Да, друзья, видите, Польша, зачем он провоцирует на посла России в Польше? Это наш российский посол, который пошел возлагать венки. Я не знаю, возможно, необходимость, конечно. Зачем он принял удар на себя? Вы же понимаете, что идут военные действия. Что Польша приготовилась, сейчас просто войска уже стягивают на границу. В сторону Украины, в сторону Белоруссии стягиваются войска. А зачем вот этот пафос? Ну да, конечно, это необходимо, друзья. Когда бы это было раньше, то понятно. Можно, конечно, и нужно возлагать венки павшим солдатам, потому что память это прежде всего. Но когда раскаленная обстановка и когда к границам тянуты уже польские войска, а там и румынские, говорят, подтянулись к молдавским границам, то, наверное, не стоило. Здесь уж я не знаю, здесь у них есть Министерство иностранных дел, которое советует делать это или нет. Я бы не посоветовала. Можно это сделать у себя, провести прямо внутри посольства День памяти, но не провоцировать, не выходить в город. Мне кажется, это важнее. Это важнее, чем вот так его облили, причем так серьезно, сильно облили. Ну и везде видео, везде показывают. То есть бунт народный показан. Вот он вам, красная краска, кровью облили посла. Наверное, не стоило бы, но видите ли, я думаю, что нашему Министерству иностранных дел Лаврову, главе МИДа и Маше Захаровой виднее. Они как бы это и озвучивают, и решают. Я думаю, что, наверное, виднее. Но тогда бы не был инцидент. А так раз, они отдали приказание возлагать, и инцидент произошел. Теперь все бурлят. И вот очень интересная новость такая. Но это естественно, это, знаете, все по-народному, все нормально. Бывший редактор «Некста» Роман Протасевич сообщил, что расстался со своей невестой Софьей Сапегой, осужденной в Белоруссии на шесть лет колонии, и опубликовал фото из ЗАГСа с новой избранницей. Вуаля! Невесту посадили в Белоруссии, которая пострадала из-за него. Но ее посадили на шесть лет. Будет ли он ждать? Он же не жена-декабристка. Он же всего лишь Протасевич «Некста». Ну так и, видите, из ЗАГСа опубликовал с новой избранницей фото, где они целуются. Такая вот ситуация. Жизнь есть жизнь. Я Таня Карацуба, Сиитбурхан. Вуаля! Рыбья чешуя!